Привет, девчонки! Добро пожаловать в мой новый влог. Этот влог хочу начать с одного сравнения. Решила посмотреть, знаете, чисто ради интереса. Интересно, какой состав у пенки для душа и у пенки для лица. И что вы думаете? Составы одинаковые. Я сравнила все компоненты, которые входят в эти пенки. Единственное, что отличается, это два экстракта, которые входят в эту пенку. Здесь они другие, потому что здесь и вкус другой. Для чего? Тогда мы покупаем пенку как бы для душа, когда по сути ей можно умывать лицо. Мне действительно безумно интересно. Скажите, пожалуйста, были ли у вас эти продукты? Что вы скажете? У меня просто нет слов на самом деле. У меня такой бьюти-шок. Давайте поговорим об этом в комментариях. Что вы скажете по этому поводу? И вот даже думаю попробовать эту пенку для душа, использовать для лица. Стоит ли или не стоит? В общем, напишите в комментариях. Давайте эту тему как-то с вами обсудим. О, девчонки, мне только что пришла вот такая посылочка от Рише. Я обожаю эту марку. У меня сейчас в использовании есть два продукта, которые я использую. Они мне нравятся, я их люблю. Это два продукта для лица. Наверное, вы уже успели обратить внимание вот на эту красотку. Это щетка для тела. Она такая классная. Она такая большая. Она с мою ладонь. Обалдеть просто. У меня ладонь не маленькая, в принципе. Щетка тоже классная. Это щетка для массажа. Можно выполнять ей сухой массаж. Я очень рада, что она мне пришла. Она пришла вот в таком чехле красивом. Просто восторг. Дальше. Это у нас масло для... Антицеллюлитное масло для тела. А как раз-таки после щетки можно использовать это масло. Такой дренажный эффект. Я его еще не вскрывала. Мы его сейчас с вами попозже вскроем. Я покажу. И третий продукт. Это еще одна вот такая коробочка милейшая. Это скраб. Я всегда хотела попробовать скраб от марки Рише. Даже чисто из любопытства, чтобы сравнить. Потому что у меня есть вот такие подобные скрабы в мягких упаковках. Тоже кофейные. Но мне всегда было интересно попробовать Рише. А здесь у нас кофейный скраб для тела мандарин. То есть помимо того, что он кофейный, он еще и пахнет мандарином. Наверное, это правда очень вкусно. Вот. И мне положили здесь вот такую вот штучку. Самый женственный от Рише. Как мило. Как приятно. Я вскрыла упаковочку. Оно стеклянное, девочки. Оно в стекле. Слушайте, это очень круто. Очень красивая упаковка. Мне еще интересно понюхать, как это все пахнет. Пахнет. Боже мой, девочки. Оно очень вкусно пахнет. Оно так сладко вкусно пахнет. Я думала, что это будет что-то, знаете, такое, а-ля как чайное дерево. Такой не очень приятный запах. Но оно пахнет конфеткой. Тутти-фрути. Его хочется скушать. Я вам серьезно говорю. Буду читать, смотреть. И, конечно, вам будет... А, вот. Тут есть даже вся информация. Всю информацию я вам еще буду рассказывать. Как мне, что мне. Будем вместе с вами тестировать. Так что увидите у меня еще не раз во влогах. А я такая довольная и счастливая. Пойду это все тестировать. Ребятки, всем приветик снова. Новый день. Я бегу на работу. Просто захотелось к вам включиться. Поделиться с вами лучиками. Солнышко. Я очень надеюсь, что у вас тоже хорошая погода. Как у нас, наконец-таки. Слышите даже? Птички поют. Чего ты замолчала? Я сегодня пешком. Да и я уже говорила, что в такую погоду я только рада прогуляться, пройтись, подышать свежим воздухом. Ну и вообще, в принципе, полезно ходить пешочком, что говорить. Тем более для мастера маникюра, который сидит часто на работе. Маникюр и педикюр, прошу подправить. Да, кстати, такая информация. Вы меня спрашивали... Блин, ребят, почки распустили. Сейчас вам покажу. Так прикольно. Вы меня спрашивали о том, что делаю ли я педикюр. Да, делаю, ребят, педикюр. Вот сейчас иду на повышение квалификации или квалификации. Как, кстати, правильно скажите мне? Сейчас иду на повышение и получаю диплом. Вот, очередной. Ура-ура. Так что, да, приходите ко мне также на педикюрчик. Сейчас ножки свои нужно уже готовить к теплому сезончику. Начнутся отпуска. Точнее, они уже начались. И, кстати, уже педикюры увеличились у моих постоянных клиентов. Так что, да, приходите. Педикюру я беру. И пока я бегу на работу, смотрите на это чудо. Вот они, какие классные вообще. А скоро это все распустится. Какая будет красота. Я жду этого времени, потому что в мае, наверное, да, распускаются яблони. Я хочу сделать себе фотосессию. Я уже давно мечтаю в мае фотосессию забацать. Так, девчонки, у меня для вас порция пустых баночек. Быстренько давайте пройдемся по каждому продукту. Эволайн или Эволин косметик. Глубоко питательный бальзам для тела, кофейный. Очень мне понравился. Очень классный. Увлажняет кожу очень здорово. И приятно пахнет. Вообще обалденное средство. Я покупала в подружке по скидке, по-моему, за 180 рублей. Ну, в общем, хорошее. Если увидите, прям советую попробуйте. За счет там подтяжек и всякого остального ничего такого не заметила. Так, это у нас лосьон от Johnson's Vita Rich. Я вам тоже уже много раз говорила про именно эту линейку. Обожаю, очень нравится. Этот, кстати, самый любимый по аромату. Прям бомбический. Обязательно тоже попробуйте. Пахнет невероятно вкусно гранатовым йогуртом. Следующий продукт у нас Коза Дереза. Крем масла для тела и рук питательное. С манго, алоэ вера и растительным коллагеном. Неплохой, кстати, кремушек для тела. Запах меня не впечатлил. Аромат манго, но не тот, который я люблю, но он приятный. Даже если чуть-чуть химозинки в нем присутствовало, то все равно я с удовольствием им пользовалась. Мне понравился этот крем. Хороший, неплохой. И если бы я увидела где-то за такую цену, сколько он стоит, очень бюджетно, я бы еще купила. Так, следующий продукт. Это мой любимчик. Особенно в холодное время года. Это прям must have. Елизавета. Такой, знаете, супер питательный крем для рук, который реально помогает. Он и заживляет. Он с маслом карите. Для меня это 100% аналог крема для рук от L'Occitane. 25% карите, который. Я его очень люблю именно в зиму использовать. И когда я попробовала этот, я сразу поняла, что он прям один в один. Причем аромат у него идентичный. Прям вот одинаковый, правда. Только здесь корейский производитель, а там французский. У меня сейчас такой же еще лежит. В моих запасах пойдет на холодное время года. Кафе Мими. Это бодибаттер, бархатная кожа, манго и клементин. Очень крутое средство. Прям очень. Повторю еще раз обязательно. Бюджетно стоит в районе 200 рублей. Даже чуть-чуть, по-моему, подешевле. Я использовала всю баночку. Я прям его вылизывала, можно сказать. От тела невероятно долго вкусно пахнет. Вот таким манго. Здесь тот аромат манго, который я люблю. Клементин особо не чувствовала. Может быть, потому что не знаю, как он пахнет. Для меня здесь присутствует больше манго. Очень классный. Сейчас я такими желе пользуюсь, которые тоже очень круто увлажняют. И дарят телу такой потрясающий аромат. Бомбическое средство. Обратите внимание. Кофейный скраб. Это у нас Хамам Органик Оил. Заказывала с сайта Фрати Шоп. Тоже использовала полностью. Хорошие такие скрабирующие частички. Достаточно крупные. Мне очень понравился. У меня таких два было. Два использовала с удовольствием. В общем, супер-супер вещь. Кто любит кофейные скрабы. Кто любит хорошие такие скрабы, которые здорово очищают. Обратите внимание. Маска для волос. Домашняя сметанка. Восстанавливающая от гостинцы Агафьи. Этот продукт мне не очень понравился, честно говоря. Он был очень жидкий. Я не знаю, как это можно назвать маской. Да, реально напоминал сметану. Йогурт. Приятный аромат имеет продукт. Но совсем не увлажнял волосы. Совсем не питал. То есть он, в принципе, по сути, этот продукт ничего не делал с моими волосами. Даже не распутывал. Поэтому больше точно не повторю. Хотя аромат очень-очень приятный. Тоже еще один продукт, который точно не повторю. Это гель на душ летние каникулы. Бразильская самба. Присылали на обзор. Чересчур жидкий. Аромат не очень приятный. Но, в общем, знаете, такой себе. Хотя супер натуральный. Но такой себе больше не куплю. Две масочки вот такие. Значит, это у меня уже вообще давным-давно лежит. Это у нас с ароматом крокодэ. Ферментная тканевая маска. Чайная церемония. Индия. Балансирующая. Она идет для комбинированной жирной кожи. Но для моей кожи идеально подошла. Кстати, обалденная маска от Шири. Очень тоже мне понравилась. Советую девчонкам даже сухой кожи, как у меня. Супер средство. Вообще классное. И еще одна маска, которая тоже очень понравилась от Шири. Это у нас 100% коллаген на тканевой основе. Тоже классная девчонки. 10-20 минут держала, как здесь и написано. Обалденное ухаживающее действие в плане увлажнения. Две маски мне дали. Причем они две очень классные. Пахнут по-разному. Монудействие увлажняющее одно. Поэтому тоже советую, если увидите, прям обалденно. Вот такая масочка у меня еще в запасах лежит одна. А вот такие я, по-моему, две использовала. Это мои пустые баночки. Краткий такой. Ну, хотя уже не краткий обзор. Но в любом случае, с вами поделилась очередной порцией. Посмотрите, кто это. Это что за гоп-стайл? Анастейша? Это мой стиль. Это твой стиль? Да, это стиль рок-свизд до попа хип-хоп. Хоп-хеп-хоп-ха-ла-ла-лей. Хоп-ха-ла-ла-лей. Мы встретились с Анастейшей. У меня есть свободное времечко. Она сегодня у меня делала педикюрчик. Она сегодня крутая девчонка. Она делала педикюр самого крутого масти. Ладно. Не самого. А я что? Самого. Короче, у нас классная погодка. Солнышко. И мы с Настей. Как нахладно было. Не, ну ветерочек. Но так все равно классно. Мы идем погулять, пока у меня есть время. До клиента. Там целых два часа, наверное. Сейчас вы закрепите? Давай, да. Я же забываю, что у тебя машина. Соберкунте еще. Но я вам ее не покажу, потому что Настюшку потом будут все разыскивать. Мы можем показать, как умера не погода. Прошу ее джип. Джип. Бордового цвета. Вишневая это. Вишневая девятка. Вишневая мастистка. И мы сейчас идем куда-нибудь погулять. Не куда-нибудь, а в плазу, скорее всего. Хотя с улицы просто не хочется уходить. Я завтра уже, кстати, в Москву уезжаю. И мне надо как-то закончить этот влог, чтобы начать новый. Господи. Мне даже жарко в бомпере, если честно. Потому что греет очень яркое солнышко. И мне прям уже становится душновато. Периодами ветерочек так сильно поддувает, что шарф не хочу снимать. Так, а где мой любимый Катрыс? Мне закончилась помадка практически. Вот такая. Десятый. Так, это двадцатый. Это темный. А где бы найти десяточку? Возьму. Блин, у меня своей карты нет. Ну ладно. Что это за новинки? Открывай. Показывай. Таких не видела. И-и-и. Без зеркала только, да? А вот этот розовенький. Красивая розовенькая. Вот какие оттеночки. Вот этот красивый. Ты еще что сделала? В тестер залезла? Или нет? Ну это тестер, соответственно. Так, короче, я беру помадку. А, кстати, вот этот тон, вот этот тон самый крутейший. Вот. Вот этот. О, у Катрис даже есть спонжики. Слышишь? Который так дорого стоит. А, у меня ураслые тени. Девчонки, ну что, мы пришли с магазинчиков, погуляли с Настей. У меня тут небольшой бьюти улов. Поскольку я еду в Москву к подружке, я решила ей купить вот такой биби-крем. Мой любимейший. Просто обожаю. Честно говоря, я даже сама не помню, дарила ли я ей его. Но, в любом случае, хочу, чтобы она его еще раз попробовала, если я дарила. Так что, Эль, пользуйтесь с удовольствием. Надеюсь, он тебе очень понравится, так же, как и мне. И вообще, девчонки, если вы еще не пробовали этот чудо биби-крем, то обязательно попробуйте. Очень-очень крутой биби-крем, который, я уверена, понравится каждый. Ну, по крайней мере, я от него в восторге. На ежедневное использование это просто мой любимый. И еще я ей купила вот такой гель-корректор для бровей. Покрашивает, моделирует, фиксирует. Очень интересно попробует и мне расскажет. Может быть, даже я у нее попробую завтра. Я хотела бы себе тоже такой взять. Но, не знаю, я обычно гелями не пользуюсь. Для меня самое главное, чтобы была пигментация. Поэтому это для нее. А для себя я купила очередную помадку от Catrice. Консилером никогда не пользуюсь, потому что он здесь чрезмерно густой. Я такое не люблю. А сама помадка, да, классная, неплохая. Единственное, только быстро засыхает. Но, девчонки, мне писали, вот спасибо вам, что можно любым кремом ее чуть подразбавить. И она будет прям идеальная. Так что вот в оттеночке десятом. Я постоянно себе покупаю. Обалденная. Очень люблю. Стойко держится. Конечно же, себе еще одну бибишку. Свою я уже закончила, которую недавно покупала. Потому что она у меня действительно ежедневное использование идет. И в Магнит Косметику рвала себе свой любимый кафе Мими. Это крем для ручек. Вы только посмотрите, какой цвет прекрасный. Такой розово-холодный. Я обожаю вот эти кремушки. У меня два таких уже закончилось. Этот у нас с маслом ши, авокадо и экстрактом лаванды. Я лаванду не люблю, но надеюсь, этот крем будет вкусно пахнуть. Попробую, потом расскажу. Вот. Такие небольшие мои бьюти уловы. А я на работе. Вот она я, красотка. Сейчас у меня последний будет клиент. И потом пойду потихонечку домой делать дела дома. Буду с вами потихоньку прощаться, девчонки. Потому что надо уже скоро начинать новый вложек. Всех вас люблю, обнимаю, целую. Спасибо, что вы меня смотрите. Спасибо, что пишете комментарии. Прощаюсь с вами совсем ненадолго. До следующего влога. Пока-пока. Продолжение следует.